Доброе утро, друзья! Эфир нашей программы продолжается и сегодня, в День авиации, мы хотим поздравить не только тех, кто смотрит нас по телевизору, но и тех, кто, гостей, которые приходят к нам в студию. Друзья, у нас здесь... Да, здесь у нас Александр Новостелов. Это человек, который с небом на «ты», так сказать, да? Человек, который знает, как прыгать с парашютом и расскажет нам еще и об особенностях зимних прыжков с парашютом. Доброе утро, Александр. Ну, во-первых, с праздничком. Спасибо большое. Ты действительно ведь большой мастер, профессионал с большой буквы. Сколько всего у тебя прыжков? Ну, 7700 уже. 7000. У нас еще ни одного Максима с тобой у человека. 7000! Я никак решиться не могу. 7700. Ну, тогда хотелось бы поговорить об этих особенностях прыжков с парашютом именно зимой. Ведь многие боятся. Ну, боятся, конечно, все. Даже я чуть-чуть. Вот. Особенности зимой прыжков с парашютом, то есть каждый период у нас свои особенности. Летом красиво, зимой белоснежно, мягко. Вот. То есть зимой единственное то, что надо немножко утепляться. Соответственно, перчаточки, вот, ботиночки потеплее. Ну, и одежду. Подожди, какую одежду? Мне тоже интересно. Ну, если летом я понимаю, что будет достаточно спортивного костюма и кроссовок, то зимой прыгают в пуховике? Нет, зимой очень удобно прыгать в горнолыжных костюмах. То есть они достаточно удобные для приземления, для... Вот. То есть температура, в принципе, не отличается, что на земле, что в воздухе. То есть там единственное, в воздухе ветер немножко посильнее, когда снижаешься. Ну, а там холодно же наверху. Температура не отличается. Правда? Да. А я еще слышал, что нужно прыгать в валенках. В валенках? Ну, возможно. То есть прыгать в валенках, но валенки необходимо привязать, чтобы не спали. Например, скотчевый. Ну, вот, насколько серьезно температура в небе отличается от того, что происходит у нас на земле? То есть если вот сегодня у нас минус 4 примерно градуса, и если бы мы прыгали сегодня с тобой, сколько было бы в небе? Минус 6. А сегодня 11 метров в секунду ветер. При таком ветре... Нет, при таком ветре мы самостоятельные прыжки не имеем права совершать. То есть самостоятельные прыжки у нас совершаются до 5 метров в секунду. Это для безопасности. Ну, чтобы не снысловить. Ну, вот мы буквально некоторое время назад, друзья, анонсировали, что мы прямо сейчас здесь в студии, в прямом эфире областного телевидения вместе с Александром Новоселовым готовы разыграть сертификат на прыжок с парашютом. Вот этот подальше сертификат, и он достанется первому дозвонившемуся в студию по номеру прямого эфира. 272-32-12. Код города Екатеринбурга 343. Если вы желаете испытать себя, если вы хотите попробовать прыгнуть с парашютом не в тандеме, самостоятельно, то набирайте номер телефона, и этот сертификат может стать вашим. Я уверяю, что кто-то сейчас схватился за свое мобильное средство связи, а кто-то задумался. Вот Полина сразу схватилась. Полина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Полина, откуда вы к нам позвонили? Из какого города? Екатеринбург. Чудесно. Полин, есть ли у вас какой-то опыт прыжков с парашютом? Нет, нет, она всегда хотела, если что-то останавливала. Я вас, знаете, о чем хочу вам сказать, что Александру можно доверять. Александр Новоселов один из лучших инструкторов по прыжкам с парашютом. При этом, при всем, Александр работает в МЧС, он спасатель. Если что, в случае чего, спасет. Все правильно? Конечно. А, Валя, ну вы большая умница. Сейчас, пожалуйста, трубочку не кладите, мы за кадром расскажем, где и как вы свой сертификат сможете забрать и прыгнуть сможете с парашютом, и потом позвоните, расскажите, как оно все прошло. И чтобы мы могли вас поздравить с днем гражданской авиации. Ну, а теперь к Александру. Александр, есть какие-то противопоказания к прыжкам? Да, противопоказания, конечно, есть. Это сердечно-сосудистые заболевания для девушек, это беременность нельзя прыгать. Вот. Для самостоятельных прыжков еще вес. То есть самостоятельные прыжки у нас до веса 95 килограмм. Свыше не рекомендуют. Даже если рост высокий у человека? Рост высокий допускается. Допускается. Ну, то есть, вот во мне сегодня 90 килограмм 200 грамм, я могу вполне в прыжку. Но в тандеме ограничений таких по весу вообще нет. А там от размера парашюта зависит? Там зависит от нашего веса суммарного. Ваш вес плюс мой вес. А как долго проходит инструктаж для тех, кто прыгает один? Да, инструктаж проходит каким образом? То есть вы накануне вечером созваниваетесь, приезжаете с утра на аэродром, проходите в течение 3-4 часов инструктаж, вам одевают парашют и выполняете прыжок. То есть все просто. А вот, кстати, по поводу аэродрома хотелось бы спросить. То есть я знаю, что сейчас у вас новый аэродром? Да, сейчас мы работаем на новом аэродроме. Аэродром называется Бенги. Это аэродром в сторону Нижнего Тагила, за Невьянском. Сколько ехать из Екатеринбурга? Из Екатеринбурга ехать в течение часа. То есть дорога достаточно хорошая, достаточно быстро мы можем туда приехать. То есть в будущем мы планируем еще одну площадку поблизи Екатеринбурга открыть, пока она сейчас еще не работает. То есть мы будем прыгать еще ближе. Пока не скажу где. На каком самолете? Самолет у нас Ан-2. Ан-2, то есть самолет-то тоже очень надежный. Конечно. Подождите, был аэродром Логинова, сейчас Бенги появились? Да, аэродром Бенги всегда был. Сейчас по технической возможности, пока аэродром Логинова не работает, то есть пока неизвестно, когда он будет работать, мы работаем там. Ну что ж, мы поздравляем нашу телезрительницу Алину, которая выиграла сегодня сертификат на самостоятельный прыжок с парашютом. В аэропорт Бенги она отправится, прыгнет, испытает на себе, ох, я представляю, конечно, огромное количество адреналина, драйва, да-да-да. А потом нам позвонит и расскажет, как она, в принципе, прыгнула. Мы благодарим нашего гостя, инструктора по парашютному спорту Александра Новоселова. Александр, желаем успеха вам и, конечно же, всем ребятам, которые вместе с вами будут прыгать в аэропорте Бенги. Мягкие приземления. Все верно. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу и узнаем о самых свежих культурных новостях впереди афиши.